Местом презентации стал обычный городской автобус. Примерно так выглядит общественный транспорт без кондуктора. За каждого прикладываю, получаю чек. Вот и все. Там все должно быть отражено на компьютере, что я вошел и платил. Ярославские транспортники тестируют новую систему. Кондуктора должен заменить вот такой терминал. Приложил карточку, оплатил проезд. А вместо билетика чек. А это еще одно ноу-хау. Количество людей фиксирует так называемая штора. Вот она. Очень удобно. Видно, сколько вошло и сколько не заплатило за проезд. Пока автобус двигается по городу, руководители городских транспортных предприятий к гостям из Зеленограда прислушиваются. Что-то из того, что предлагают разработчики нашим уже знакомо. Электронные проездные тоже у нас есть. Единственное, что интересно, как это все организовать без кондукторов. В пример, несколько российских городов, где система уже работает. Москва, Питер, Вологда, Липецк. В последнем, как уверяют зеленоградцы, экономия составила 72 миллиона рублей. Система им стоила те же самые 70 миллионов. То есть Липецк за один год окупил себе проект. Кондуктор Вера Жиголова работает на городском транспорте четверть века. Узнав, что ее на рабочем месте в скором времени может заменить робот, женщина только пожала плечами. Экономия экономии, а что делать с кадрами? Где же мы будем работать, чем мы будем своих детей кормить. Сами пассажиры, обычные ярославцы, к таким маркировкам относятся с опаской. И с надеждой мнения по новой системе оплаты проезда разделились примерно поровну. Не каждый сможет, например, бабушки не всегда это смогут сделать. Ну и что же в Москве же работает? Если транспорт будет ходить четко, не будет перерывов по 30-40 минут, тогда будет нормально. Еще один открытый вопрос – это внедрение программы. Денег на такого электронного кондуктора в областном бюджете пока нет. Но в правительстве смело смотрят в будущее и рассчитывают на инвестиции со стороны. Оборудование одного автобуса примерно озвучивали цифру в районе 60 тысяч рублей. Я думаю, что надо выходить на инвестиционную составляющую, и эти деньги должны были, наверное, все-таки инвесторы. Снова встретиться и продолжить обсуждение зеленоградского предложения начальники городских транспортных МУПов и авторы новой системы оплаты проезда должны после грядущих праздников. Возможен вариант, при котором в городе появятся так называемые тестовые автобусы. Александр Лисицын, Олег Лушников, Елена Масалова. День в событиях.